добрый вечер мир вам братья мир всем мир всем есть бачок туалетный бачок в туалете что там должно быть внутренности микрофон выключайте м и и и и и и Продолжение следует... 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 Так, продолжаем толкование. «Ныне настало то великое спасение при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле». Послание к евреям, 2 глава, 3-4 стихи. «И Царство Бога нашего и власть Христа Его». Через крест было основано Царство Бога, Святая Христианская Церковь и власть Христа в ней, ибо Христос – глава Церкви. Христа Его, то есть Отца. «И Иисус является помазанником Христом у своего Отца, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог». Далее повествуется, что победило небожителей к славословию такого содержания. «Дьявол» и означает «клеветник». Как мы уже видели до своего низвержения «Крестом Христовым», он предстоял пред Богом и клеветал на правильный. И это злостное и мерзкое дело он совершал неутомимо день и ночь. «Коль неприятно бывает даже нам, грешным, когда мы слышим клевету, сколь же велико было торжество небожителей, когда наконец-то очищено было небо от этого клеветника. «Теперь кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Первое послание Иоанна, 1 глава 7 стих. «Теперь сатана и слуги Его не могут обвинять рабов Божьих в грехах и клеветать на них, ибо Христос» Далее цитата «Простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Послание Колоссянам, 2 глава 13 стих. «Рукописание сатаны, бывшее против братьев, уничтожено, разодрано и пригвождено ко кресту, клеветник низвержен и подвержен позору». «Вопросы?» «Нет вопросов?» «Игнать Тихонович, есть что добавить?» «Тут сказано все. И это толкование его отца Геннадия Фаста, не его толкование, это он просто взял от святых отцов, перепроверено через самые мелкие сито, и издали его с разрешения стенодального отдела печатания, она вышла отдельной книгой, а я включил сюда его. Так что тут ничего нельзя добавить. Святые отцы ничего кроме этого не сказали. По сути, то, что мы видим, это невидимое, проверить нельзя, не надо спокойно это воспринимать». «Ну вот у меня вопрос такой вот, по толкованию, как правильно, поподробнее объясните, ну смотрите, теперь сатана и слуги его не могут обвинять роков Божиих в грехах и клеветать на них. Но если человек грешный, то это уже не клевета получается. Клевета – это когда клевещут на невинного, обвиняя его в грехах. А грешный, то его и обвинять не надо, он и грешный. Что здесь имеется ввиду? Ну дальше тут запятая там, ибо Христос, понятно, что он на себя все грехи взял, но клевета-то остается клеветою, оклеветать только можно невинного, а виновного что его оклеветать? И вот про него правду сказали, и все, то есть как вот это вот место, не совсем, то есть резануло меня слуг, как будто недопонимание такое». «Я не понимаю, какой вопрос, в чем?» «Вопрос в том, что, вот смотрите, толкователь нам говорит, «Теперь сатана его и слуги не могут обвинять рабов в божьих грехах и клеветать на них». Ну и что?» «Вопрос в чем, но если он раб божий и не грешит, то на него клевета какая-то не пристанет. Клеветать только можно на святого, а на грешного-то чего его клеветать? Понятно, что клеветы не будет. Клевета – это обвинение в чем-то невиновного, а грешный, грешник, он уже виновный, поэтому клеветать тут неуместно слово». «Но человек грешный в одном, он грешный, согрешил во всем Писании, говорит, а его обвиняют в том, что он не делал. Вот житие святого Тарасия Патриарха. Он умирает, и его одр, то есть постель, где он лежит, окружили демоны. И они показывают целые свитки, что он делал. А он все высушил, говорит, все вы лжете, ничего этого не было. Вот и весь ответ. То есть они раздувают, показывают, ты в отчаянии был, ты там то делал. Ну ты же знаешь, что этого не было. Ну не было, и весь сказ об этом. А вот сегодня один зашел ко мне с Киргизии. А вот вас называют сектантами. Я говорю, а вопрос-то в чем? Ну уже называют. Путина как называют? Что он разрушил страну и проще это. Теперь как патриархи говорят, его и гомосексуалистам, и что теперь? На каждый роток не накинешь платок. Но если про тебя говорят, значит чего-то ты стоишь, а тебе кто-то заботится. У русских хорошее пословие съесть, говорит, наплевать да забыть. Вывес ответ. Виновен в одном, а его обвиняет к этому другое, третье. Иногда говорят так, вот погибли люди, ни в чем не повинное. Таких людей нету. Неповинные в том, в чем их обвиняют. Такое может быть. А кроме того, то у нас с утра до вечера сколько? Когда он судит помышление и намерение сердечное. Слово Божие судит. И поэтому Бог говорит, и в солнце усматривает, и в ангелах усматривает нечто. А что говорить про грешного человека страстного? Он обвиняет действительно грешных и правильных, а ему какая разница? Потому что дьявол переводится клеветник, дьявол греческое. Ну и все. Нам не надо уподобляться ему. И каждый только клевещет, зная, что этого не было. Значит, уподобляется дьяволу. Лжец не спасется. Лжец будет в озере огненном. Поэтому о клевете речи даже не может идти. Братец, можно я? Да, вопрос, почему теперь сатана не могут клеветать? Братец, можно я? Может быть, этого нету. Правильник не грешит. Он это не тянет, а он все равно продолжает свое. Даже видение было. Он подошел к одной девушке, она на одре лежит, умирает. И он ей показывает. Зашел и листает целый каталог. Вот эту тату не слушался. И потом показывает, что было. А где-то там и врет. И в это время зашел куда-то другой в светлом одеянии, положил руку на книгу и поднял, говорит, где? Не, он смотрит дьявол. Да там ничего нету. Все смыто кровью Христа. Это образно показано. Что он клевещит? В чем? Совесть пробуждается. Вот у меня было такое. Петр не мог себе простить отречения. Он плакал все время. Ефрем Сирин никак не мог сам себе простить. У него борозды под глазами были. Но это такие люди были, чувствительные. Так что теперь он не может. Не может он обидеть. В нас этого нету. 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 Брат Сергий, можно мне тоже немножечко? Да, да. Вот я чуть... Девятый стих. Я вернусь к греческому тексту оригиналу. Там вот есть Дьяволос кай о сатанас. Дьявол и сатана. Ну дьявол это клеветник. Все правильно. Но в одиннадцатом стихе... Вот один... Вот клеветник, он здесь вот... Он не только клеветник, он еще обвинитель на греческое. Катигор. Здесь стоит не дьяволос в десятом стихе, а категор. Обвиняющий. Катигорн. Вот что я говорю. Катигорон, вернее даже. Совсем другой глагол. Совсем другое слово. Катигор и Катигорон в десятом стихе. Вот слово клеветник и обвиняющий. Хотя Катигор переведен как клеветник. Вот поэтому это слово, оно может быть и как клеветник, и как обвинитель. Вот в чем дело. И поэтому толкование дает вполне приемлемое, да. Это не только клеветник, это еще и обвинитель. И обвинение с нас снято. Вот в чем дело. Может быть он теперь не может нас обвинять, потому что когда он обвинил невинного Христа, то обвинение теперь на него падает. Да. Потому что там идет не дьяволос идет. Уже в десятом стихе не дьяволос, не клеветник идет. Он может там быть немножко синонимом, но там идет Катигор. И Катигорон идет. Что-то все заглохло. кудачок. Гор lot. Поехали. Да, иди кудачок. Да, иди кудачок. Ага. Кудачок. Уда. Уда. Ну что, я ребятам написал, а вот, знаете, письмо появилось. Нет, я на него попробовал нажать. Вот, видите. Видимо, вот когда много народу уже, это не палатка. Это не тянет. Откровение 12, глава 14. Еще раз повторяю. И даны были жене два крыла большого, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змия, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. Толкование. Жена церковь летела в пустыню, то есть удалилась от мирской жизни в свое место от лица змия. Место, угонтованное Богом для своей церкви, не мир с его суетой. Потому церковь улетает от сатаны, всех дел его, всех ангелов его и всей гордыни его. Там, удаленная от мира, церковь питалась божественной пищей. Для этого бегства из мира даны были жене два крыла большого орла, то есть два завета, ветхий и новый, дабы, перенесясь на высоту в пустыню, она воспиталась чуждом всякого удовольствия. Священное писание ветхого и нового завета – вот два крыла большого орла, которыми церковь уносится из мира в спасительную пустыню жизни Бога. Там церковь питалась божественным учением и таинствами. Христианин, не читающий и не слушающий писания, это птица без крыльев, могущая взлететь от земного поклевания. Так, у кого-то микрофон. Сома, выключи микрофон, пожалуйста. Да, секундочку, у меня тут экран не включается. Набрал Сергей, не знаю, что с ними делать. Семнадцать, не главное. Шестнадцать тянуло. Одно взял, не идёт. И опять замолкло. Надежды Васильевны нету, не видать. Ну что, заглохло. Я ничего не трогал, даже вообще. Нету. Ничего. И главное, у меня самого видно. С другой стороны, бегство церкви от драконов в пустыню. Подобно исходу Израиля из Египта, от Параона, в Аравийскую пустыню. Евгения Тропко ещё попробуйте. Я не могу. Бог говорил тогда своему народу. Вы видели, что я сделал Египтянам, и как я носил вас, как бы на армянных крыльях не принёс вас к себе. Исход девятнадцать четыре. Господь нашёл народ свой в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего, как орёл вызывает гнездо своё, носится над тенцами своими, а распростирает крылья свои, берёт и носит их на перьях своих. Разоконие, тридцать вторая глава, десятое одиннадцать. А потому и взывают дети Божии, как драгоценна милость твоя Божия, цены человеческие в тени крыл твоих покойны. Столом тридцать пять, восемь. Само выражение в продолжении времени, времён и полвремени одинаково с Даниилом семь двадцать пять и двенадцать семь и означает год, два года и полгода, то есть три с половиной года. Это и есть те тысяча двести шестьдесят дней или сорок два месяца царствования Антихи. Тогда под двумя крылами большого орла можно разуметь и двух свидетелей пророков Илью и Эноха, проповедью которых жена церковь и будет спасаться в то время. Но змеи сатана не удовлетворится с торг церковь и среды народа и государств. Он знает, что она продолжает существовать в потаённых стынных местах и хочет и там её уничтожить. Это будет в Антихристово время. Вопросы? Ну, к слову, сказать, что вот это вот время предтеча, может быть, Антихриста уже было во времена революции, когда церковь была отделена от государства, всячески атеистическая власть коммунистическая боролась с церковью. Были атеистические лекторы, там ещё они выступали, пропаганда атеизма была. Ну, а сейчас тоже время предтечи как будто уже эти печати, везде фотографии делаются с этими какими-то, которые считываются на камерах, вот на миграционных пунктах, вот это всё. Уже, по-моему, тоже такие времена наступили. Для ладов современного времени что это делается? Братья, ну, то, что сейчас вот, это романсов роликов, то, что вы сейчас, я вот, услышал, сказали, что церковь отделена от государства, государство нападает на церковь, это было уже вот при первых христианах, то есть, как и правильно и написано в Слове Божьем, что тайна беззакония уже в действии, то есть, уже оно, вот, эти последние времена, они уже, и апостолы говорили, уже сейчас последние времена, в их время. И в то же время они пишут, и когда будут последние времена, то есть, они намекают на то, что вот это всё вот с их уже последние времена при апостолах и начались, они всё время были. То есть, Бог просто нас долго терпит, и всё, а вот эти вот события, которые мы сейчас читаем, апокалиптические, они как бы постоянно циклически повторяются, только немного видоизменяются, и всё, то же самое абсолютно. Вот. И тогда люди говорили, вот, знак Антихриста, это староверы говорили, да, там у них там был троеперстие, мы говорим, знак Антихриста, там вот в паспорте, там чип, ещё что-то, на руку, они говорили, вот на руку принял троеперстие, вот ты, значит, принял печать Антихриста. То есть, каждый раз, каждое время имеет свои вот эти вот отражения, поэтому оно всё время последнее время. для каждого человека в последнее время вот он умрёт, и вот для него это последнее время жизни, вот для него это и есть последнее время для каждого человека отдела отдельности. Так сейчас уже и кушать-то нечего, всё в магазинах, всё липовая химия. Если бы нечего было кушать, то если Господь наш, как вот в пустыне, Он своих не оставит, Он всё равно будет кормить. И церковь свою, написано же, в Акапале, вот мы сейчас читаем, что церковь, она не исчезнет, Господь всё равно будет её кормить. Мы не об этом должны беспокоиться, а о том, чтобы исполнять заповеди Божии. Вот, и Господь сказал, если мы что-то смертельное даже выпьем, нам не повредит. Если смертельное даже выпьем, а не то, что там какое-то вредное, там консерванты или ещё что-то там. Можно, да, Брома, ты закончил? Ну да. Можно я теперь скажу? Вот, я тоже заметил, Серёжа там сказал, это самое, отделение церкви от государства, как будто с каким-то огорчением. И Рома тоже это заметил. Но я бы сказал, что церковь, она и должна быть отделена от государства. Вот, потому что невозможно, чтобы государство существовало в церкви, вот, как бы в симфонии, и не пыталось подчинить церковь под себя. Потому что церковь, как Христос сказал, царство моё, не от мира сего. Вот. А государство, любое государство, если оно идёт на сближение с церковью, оно может существовать только тогда, когда она церковь под себя подминает, обмерщляет. Поэтому, здесь ничего плохого нет. Вот сейчас вот церковь отделена от государства, вот так и должно быть всегда. Простите, всё. Спасибо, Господи. Нет, но времена же поменялись. Вот, когда я был пионером, понятно, все утвердили церковь, сейчас никто этого не говорит. Наоборот, Путин приезжает сеноты, там, с Богом, и такие речи говорили, что, нет, нет такого, как было раньше. Но оно опять повторится, как Роман Форлик, циклические, вот эти вот, старообрядцы говорили, что печати антикриста, не было печати антикриста, не было антикриста. Сейчас говорят, что эти метки ставят, там, паспорт, ИНН, это печать антикриста. Нету антикриста. Потом ещё что-то придумают, чипы, и тоже, может быть, это ещё не печать антикриста. То есть люди цепляются не за то, что нужно, то есть дьявол уводит в сторону. Правильно Роман заметил в ролике, надо нам думать о том, как не согрешить перед Богом, знать его запах, и следовать им. И тогда нам никакие печати не страшны. Печать – это добровольное отречение от заповедей Христа. Так святые от Сына врус толковали. Не то, что нас обманули, нам без них поставили, колбасы отравленные, но давали, мы теперь все под антикристом, все его чаны. Тогда зачем нам дано откровение? Оно тогда не нужно? Зачем это откровение Господь дал? Просто так, в нагрузку? Откровение в толковании святых отков, а не в толковании мудрствования вашего. Не может быть печати антихриста без самого антихриста, не может быть марксизма без маркса, ленинизма без Ленина. Что вы опять начинаете свою песню на главу? Ну сейчас уже 13 глава рядом, будем говорить. Сейчас она уже глупая. Я не пойму, о чем я потерял эту самую собственно нить. И пятим я у меня. Они считают, что печать антихриста уже ставится. Уже вот. Знаете, я тоже считал, что он когда биометрический паспорт получал, чтобы ехать на проповедь, урагана без чипа не пускают, невозможно ни продать, ни купить. Тут ролик, что... Я звоню, Гнатий Игорьевич, поздравляю, вы приняли печать, он переглядился, говорит, это дурачок. Я дурачок, это там дурачок. Меня намаливает. Мне Бог открыл, что вы все с печатями, а я тут короной такой стою. Покаялся в этом заблуждении и ересь. Потому что поверил толкованию, которое мы сейчас заполим. И от Игорьевич не может быть снятия печати от Христа. Он не отрекался никогда Игорьевич не отрекался. Нет, он на нем печати от Христа. Нет, он раз паспу получил, начинаем печать есть. Но вы что, в уме или нет, что ли? Угородите чепуху всякую. Читайте святых отцов, вот дойдем, вот дойдем, вот дойдем, вы выкиньте с головы. Ирахим тоже начинает соблуждение. Нет, нет, спасибо, спаси Христос. Разъяснили, да. Так, вопросы теперь давайте вот по последнему стиху, если есть, если нет, то можно любые вопросы задавать. Пожалуйста, вам слово, я отправлю. Хорошо. Нет вопросов? Замечательно. Не по теме, не по теме. По теме можно, да, можно. Час прошел полный. Давай, Роман, задавай. Ну, вот, к Инатию Тихоновичу, наверное, вопрос больше. Вот, по поводу, ну, вот, то, что и Роман, малыш, говорил о непоминающих. Вот, допустим, если я где-то попаду, да, в такой храм, где священник, я вот услышу, непоминает. Мне рассказывали, что есть уже такое, где-то, называют чин патриарха, говорят, ну, то есть, поминают патриарха там всея Руси, но имя его текущего, Кирилл, не называют. Вот, что вот в этом случае делать? Или вообще, если не поминают, только митрополита поминают, там, или епископа поминают, только лишь, ну, текущего, московском патриархате. А патриарха, если не поминают, тогда что делать? Так вот, не кланяться в этот момент, там, если я не согласен, да? Да. Или... Мы вот ходили в Паковский собор, раньше он один был, и когда власть и воинство, их мы не крестились, не кланялись, нас сразу высчитали. А почему? А теперь свидетельства двери открыты. И мы начали говорить, что эта власть делает. Какое отношение имеет это к тому, что Господь заповедовал? Мы молимся об обращении, о победе над ними. Над ними. Духовной победе, конечно. Тут все приземленные люди, так говорят, когда они имеют в виду, что вернуться домой, опять тоже постельку, лечь спать. А ты переступил порог дома, даже не тюрьмы. Я пришел умирать. Павел говорит, я распят для мира и мир для меня, мы два мертвеца. И весь сказ. А как быть, а воинские... Ну, кто не верит, они пускай защищают, пусть полиции служат. Мы же не говорим, что полиция не нужна. И органы, и ФСБ, и КГБ нужны. Но при чем тут христианство? Это их дело. А вы как? Мы только молимся. Мы отложимся спать вечером, молимся, Господи, благослови охраняющих порядок, пожарных и врачей, которые ночью на вызовы едут, чтобы ничего с ними не случилось. Они не верующие, мы их не знаем, но мы знаем, что это нужные люди. Но я туда не пойду, я христианин, мне нельзя там быть. Ну, один раз ты понял, трогать никого не надо, просто молись. Тебе дано право влиять на это больше, чем если бы было оружие и падали бомбы. У меня была своя программа, когда я просился, чтобы наше советское, российское правительство Путину писал, помогли мне проехать турецкую границу и в ИГИЛ попасть. Самое сложное место. Я принимаю полностью их условия. Ну, меня поблагодарили, благодарственная бумага пришла, ну, мы все на этом. У нас другой подход ко всему. Поминают, не поминают, да что от этого изменяет, что они, звезда за звезду зацепилась, что ли? Поминают, придумали. Мы молимся каждый день о Папе Франциске и о Венедикте, который ушел, каждый день молимся. И когда мы в миссионерской поездке были, мы в Ватикане были, я им подарил книги, обоим папам отдельно. Ну, меня за это судят. Вот мы были в Томске, познакомились там, католическая церковь, костел, и Анджея, это Андрей у них где-то. Ну, хорошее отношение. Я ему дал книгу, да он, когда посмотрел, утром мы опять встретились, он говорит, это невозможно, это не, что вы один это работали, он там зашел там на ресурсы-то. Конечно, нет, это коллектив, я среди них был. Ну, я подошел к нему и благословиться. А в это время снимали. Я этот ролик, открыть или не открыть, я его поставил, но под замком. Я посоветовался, ну, что такое, я открыл, напали два человека и больше никого не было. Я ничего не сделал. Патриарх был там в Гаване, встретился с Франциском, но еще он сделал-то. Ничего не было. А, вы за патриарха, я за справедливость. Нельзя так. Тем более, это, первосвятитель, ты зачем? Два беса встретились с папой, ошалели совсем. Ты умирать не думаешь. Вот весь ответ. Ответ-то должен быть по Евангелию. И не заглядывай никому в глаза. Так сказал Господь Бог. Я могу эти слова сказать. Так сказал Господь, не злословь начальствующая. Он начальник самый большой. И второе, молитесь за царей, за начальствующих. Опять же, молитесь. Поминают, не поминают, это твое дело. Но у нас патриарха не поминают на богослужение. Но когда службу у нас ведет патриарший митрополит, Сергий, вот он, Иванников, фамилия его, они поминают, и мы кланяемся, мы против ничего не имеем. Поминает его, потом наш зарубежный первый иерарх Илариона Капрал, фамилия его, потом местного Сергия Иванников, митрополит, ну и там еще одного прислали, который тут разбили епархию, это там Севолод, кажется. Вот и все. Мы кланяемся здесь, но где война, там мы не кланяемся. А здесь, я не понимаю, что-то усыпили за это, поминающие, не поминающие. Да он знать про тебя не знает. Как будто от тебя что-то зависит. Это все глупости, когда ничем люди не заняты. Спроси, когда ты был последний раз на благовестии. Ну и все остальное это христианское, это куда денется. Образец жизни, чтобы взирая на начальника совершителя веры мы это показали. Подражайте мне, как я Христу. Павел говорит, и в ком видите этот образ? Можем мы это сказать или нет? Я вот знаю, здесь-то я работал с подпольными этими ипоховцами. Одновременно сразу подпольщиков 32 человека пришло в моем доме. Мы их сразу я привел в храм. Это в 70-е годы еще было. привели в храм там сразу к архиерею, сразу к ЭГБ тут вмешалось. Вот. Они получили паспорта, дети пошли в школу, слились в данном моменте интересы государства и церкви. Ну то я же не именем церкви делал-то, они обратились. Вышли на работу, они не работали, только на огородах на своих. А поминали? Кого мы знаем, поминаем. Пашковского, Агафангела, Русская зарубежная церковь здесь, вот. Тихон, пасечник, архиепископ в Омске, Антони Орлов, Никита Пеоктийсович, Антони, он митрополит теперь, я у него в гостях был в Лос-Анджелесе. Мы их все поминаем каждый день. А кто про это знает? И как назвать нас? Мы поминающие, не поминающие? Но в храме только поминает нашего, который был. Это политическая игра, карты. Никто из них на благовестие не пойдет. Ты один раз узнал, ну и на этом заглохни. Не о чем разговаривать. Они говорили, те паспорта были зеленые, это можно, а красные нельзя, и пожгли паспорта. Работали на шахтах, пропал стаж. Они столько беды себе нажили, но стояли твердо. Вот мы встретились, Бог им открыл истину. Получилось так, с одним встретились, и он обратился, ну и другим-то там сообщил. Оттуда скорее прислали из Тамбова, тамбовская организация была у них. Прислали еще троих, они доехали, как при Иуе было, и не возвращаются. Тогда они ко всем, и все обратились за одного, с детьми вместе. Это Бог делает, человеку это нельзя сделать. Они очень упертые. Бог сделал. И КГБ сразу подмешалось, ко мне приехали на работу, и мы тут обсудили, Игнатий Тихонович, вам помочь забросить вас в тайгу в Красноярский край, там много таких, чтобы вы потрудились. Я говорю, еще, да вы меня дорогой столкнете, и все. Да как вы, за кого вы нас считаете? Ну как, я так верю, я архипелагу лак издавал. Ну я посмеялся, и все. Вот так надо, ну как-то, прям упрутся, все, и увидят цифры где-то, где-то там, или в почту, где-то, страница 666, и говорят, прям перемощатся. Ну какие же вы на самом деле-то? Боятся цифры. Километр 666, да глаза аж вылупят, вот так. Боятся-то не Бога, а цифры. 666 везде есть. Это и километры, и город, и список людей, где бывает 666. Цифра ничего не значит. Вот Роман Проликов и говорил про это. Добровольное отречение, и оно зафиксируется принятием начертания. А нужно ли начертание? С позиции масонов я объясняю. Это очень хорошее дело. Если Бога-то нету. Все под контролем, воровства не будет, все будет, ни один никуда шага лишнего не сделает. Нормальная жизнь, ешь, пей, веселись, работай. Золотой миллиард. А остальные в отвал, едоки. Их позицию я понимаю, и поэтому я никогда их не могу судить. Но так как они без Бога. Вот меня спрашивали, какая самая лучшая политическая система. Я в армии не терял время. Занимался изучением разных языков. Вышел я на 7 языках, читал. И самое главное, политические системы мира все изучил. И когда перестройка началась, ко мне приезжали большие люди, спрашивали, а какой нам строй сейчас избрать? Строй-то разрушен был. Я говорю, это среднее между шведской моделью и австралийской. Вот это среднее надо взять. А что именно? И тут мы же стали говорить, там академики, профессора интересовались. Прям приезжали в Потеряевку. Ну и суди за это. А вот вы с ними братаетесь. Ну какой братаетесь? Ну уже, значит, сказали. И вот прямо на то без, говорится, залез в глаза. Ты бойся греха, больше ничего не бойся. Бойся согрешить. Бойся потерять расположение Божие. Бойся потерять родных и близких. Из-за того, что ты будешь упертый, за кого-то отвечать надо. Я не отвечаю на некоторые письма не потому, что нечего отвечать. Я вижу, молюсь и вижу, отвечать ничего не надо. Там еще больше будет разгорать адский пламень недоверия. Такие хорошие люди. Вот уперлись. Какая бабка во сне видела, а в интернете все есть. Какая сказала, где-то что-то собирает и собирает. А начнешь говорить, ни одного места Писания наизусть не могут сказать. Ты заучи одно Евангелие от корки до корки. И тебе некогда будет этим заниматься. Некогда. Родные и близкие Бога еще не знают. А я буду чем-то заниматься. Все это глупость. По-другому даже назвать нельзя. Поминают, не поминают. Это от безделья. Ничем не занятая душа, хорошая кузница сатаны. Мартили Лютер сказал. Вопросы? Кари, добрый день. Добрый день. Мир всем. Игнатий Тихонович, мне к вам вопрос. Давай. Те люди, которые живут и не знают Бога, и им никто не рассказывал, когда они умирают, это они пойдут в ад? Если они никогда не слышали, никогда, и слышали, в совести судил и оправдывал, они перед Богом будут стоять и судимы по закону совести. Аббостол Павел об этом говорит по санне к римлянам. А вот когда уже слышал и не принял, еретики, еретики ни один не спасется. Ни одни. Вот сегодня на меня вышел один, я из Прунзе, Бишкек называется, говорит, согласился, первый вопрос, а какой вы юридик, я говорю, а вы зачем пришли сюда, меня исследовать? Ну, я ему ответил, успокоился, нет, он еще дальше копает. То есть, ему это не надо ничего. Я уже выяснил. Да. Ну, спосы Кристос не найдите, их ночь. Понимаете, он говорит, совести кто оправдывает, то осудит. Вот Ян Златоуст говорит, Евангелие вторично, Евангелие не первое, первое, это совесть, совесть, никакой писанины, никаких книг не было у Ноя, у Адама, ни у кого не было. Впервые записал Моисей, первая книга Моисеева. Одновременно кто-то написал книгу Еву, считается, что она почти ровесница бытия, но кто не знает, ну, как-то за 1600 лет, там, 300 лет, там, еще добавить, вот и все. А как до этого, совесть? Устно передавали друг другу, неграмотные люди, и они знали, как вести себя, стремились быть милосердными, постоянно молились. Я вот знаю, у меня по отцу они там грамотные или неграмотные были, а передают из поколения в поколение, какие они были люди добрые, по отцу, по матери, по бабке там все. они знали, трудились, жертвовали, их раскулачили, сколько претерпели, и они никогда не роптали. Они благодарили Бога. У нас такая вот семья, 12 ребятишек-то, живых 10 было, и отец без руки, без войны. Ну, лебеду намолотили, там, рыжик, там, мерзлую картошку достали, и то есть, что было? И всегда веселые были, радостные. Я никогда не слышал, чтобы родители поносили, и как-то власти плохие, там, коммунисты, нет. Вообще даже не слышали. Никаких цифр не знали, 650 или 777. Ну, просто, надо прислушаться, если совесть-то есть-то. Ну, непрерывно, копают и копают, СНН не получилось. Вот ко мне священник приезжает, паспорт нельзя получать. Я ему доказал, я могу назвать. Ермоленко, отец Павел, город Камин-Наби. У нас даже ролик-то есть. Приехал нельзя. Потом, перепись была, он мгновенно уцепился, а перепись нельзя. Перепись, это там начало, тебе лоб запятнает. Я говорю, что придумываешь? Христос пошел на перепись. Пошел, ну, Божья Матерь, с Иосифом. А кроме того, в книге Маковейска еще две переписи говорится. Это была перепись, первая, в правлении Квериния Сирии, первая, первая, значит, на ней была и вторая еще. То есть, фактически, четыре переписи были. И Давид еще перепись сделал, то это пятая. Он успокоился. Ну, уж, компьютер нельзя никак. Это от сатаны. Это там, где-то в Рюсселе, он просчитал нельзя. Но сын-то подрастает. Сын уже 16 лет. Все. Пошел и паспорт получил. Дальше-то нету хода-то. И он, отец, переменил мнение. Паспорт, я ошибался, ничего этого нету. Ну, а дальше-то сын-то на компьютере, он выходит на меня. И теперь и компьютер завели, и скайп, и все есть. А сколько он перепортил-то душ-то за это время-то. Ну, тебе говорят все, что это глупости. И, как правило, всякая ложь, это вот Герман, Стерлигов там будет, или этот отрок Вячеслав там где-то пророчествовал. Нигде в Библии нет, чтобы отроки пророчествовали. Книги записывали от них. Не было этого. Никогда. Бог избирает, он сказал несколько слов, как Самуил, и все. Только обличил, который рядом был с ним, Илья. Не было. За всю мировую историю. Даже этого они не знают. Бог избирает человека, чтобы он сознать. А он избрал его, Иеремию. Он молод был. Но никаких пророчеств не было, пока он не пришел в возраст. Он отвечает. А здесь в 10 лет ребенок умер. Насмотрелся мультиков разных, динозавров под землей, всякие глупости. Священное началье, Московского патриархата. Где они там есть? Свердловская или где? Выдали людей, грамотных, знающих. И его книжки, которые мама там, Валентина Апанасия напишет, всю исследовали, посмотрели. Там ничего нету. Обман. И первая книга совсем не похожа на последнюю. Там они редактируют. И вдруг сейчас выходит священник, говорит, я составлял книги. Я каюсь в этом. Я ввел в заблуждение. Я писал. Я. Вот и весь ответ. А сколько людей-то едут, камушки берут, и почему? Христа не знают. Христа недостаточно. Зачем между собой ставить людей-то? Никакой канонизации вообще быть не может. Первое, Коринфянам 4-5. Да коли не придет Господь. И все. Я разве свое здесь говорю-то? Так Дух Святой говорит. Да коли, да коли не придет. Он не пришел еще. Который осветит сокрытое во мраке. С каким намерением это делать? Нет, ребенка, а матери интересно, приезжают там, у нее все есть. И на могиле там сделали ковчег такой. Правильно говорит профессор Осипов, что если суждено Антихристу прийти, то первое примут его православное, в России особенно. Первое. Они уже сегодня все измотались. Он ложный ход дал. Они за этим шаром черным закатились. А когда придет, так мы уже Антихриста приняли. А это не Антихрист. Вот чем это грозит. Когда Антихриста-то нет, они силы-то свои бросили на него. Какие-то вышки стоят, где-то что-то запечатлело. Сумасшествие. Дом бешеный. Никто ничего тебе не сделает. Написано, кто отлучит от любви Божьей. Вот что. От любви Божьей бойся быть отлученным. Скорбь, теснота. Теснота. Нельзя там купить, продать там. Настоящее будущее. Высота. Глубина. Ни неба никто не отлучит. Ты что, не считал никогда? Зачем ты это морочишь голову себе и другим? Выброси с головы эту глупость. Начни заниматься собой. И ты увидишь, как боссияет свет в сердце. Это Герман сказал Евдокии. Она, самарянка, не верю. Он говорит, ты семь дней не пени ешь, и тебе ангел явится. И правда ангел явился. Вопросы? Так, я хотел поблагодарить всех, которые, я смотрю на записи какие. Вот Роман Фроликов, гляжу, он не выключает микрофон-то. Он мне говорит, у него все по делу. Все. И словом Божьим, Сергей Ильин, да вообще все, кто выступает у нас, самостоятельные люди-то. Но эти Божьи чаще выступают и там пишут, я считаю все. И вижу, что как Бог умудряет и как отвечает. Особенно тот, сегодня, я не знаю, Ривка тут есть или нет, Ривекка. Она первый раз, говорит, причащалась. Она иудейским мессианцем была увлечена. Вот познакомились и поговорили мы с ней уже по скайпу. И она там и Феодорита читает, и Златоуста. Она в университете то ли заканчивает или что. Ей как многое Бог открыл. Я не знаю, даже она еврейка или нет. Ну, кого не возьми здесь. Вот я, кого вижу, знаю, это все, говорится, в своем уме. Ты услышал, что не так, то отойди от этого. А раз не можешь выйти, значит, что-то есть. Так, еще вопрос. Грехи прощаются в таинстве истоведе. А вот в святом причастии попаляется ли греховная страсть? Пропадает ли предрасположенность ко греху? Еще раз говорю, такое мнение есть, оно не подтверждается священным писанием. Это дается для жизни. Как донор дает кровь свою больному. Мы берем кровь Христову из себя. Накануне исповедь, священник говорит, после исповеди, да разрешишься от грехов, прощаются тебе грехи, благодатью данной мне от Бога. Все. Вот сейчас мне опять написал человек, я первый раз был на исповеди, ой-ой-ой, ой-ой-ой, сколько Господь мне, говорит, открыл. Начинаю я беседовать с баптистами, я говорю, у тебя беда с первой этаж ни разу не был на исповеди. Ты в собственном соку варишься. Надо уметь отступить, неправильно? Исследуй себя. Ну, один раз прошмыгнула, ошибся. Ну, теперь зачем искать-то 666-то? Выкини ту дурь-то из головы. Тебя Бог обильно благословит. Все говорят, относительно ННН, священно начали, Московская патриархата дало основательный точный ответ. Согласно Писанию. Я не в патриархии. С приставкой, с приставкой лже, лже. Пардон, это что за лже? Священное начали, с приставкой лже надо точно говорить. Зачего бы это? Вот чего такое? Они законно рукоположенные. Чего они бы уже были? Вот. Уже. Это твое мнение, что ли? Потому что не видят истины. Роман, а ты что, вот истина в последней инстанции, ты видишь истину? Что ты судишь? Ты вообще не... Господи, помилуй. Человек, каждый может в чем-то немножко заблуждаться. Любой человек может заблуждаться. И у каждого могут быть грехи какие-то, понимаешь? А церковь, врата, да ее не одолеют никогда. И держатся только на рукоположении, только на поповстве, только на священстве. Все. Вот и на чем. И на Папе Римском еще. Забыл сказать. Ну, Папа Римский, я не знаю, может и на Папе Римский. Господь судья, мы посмотрим. Вот суд Божий, он будет не только страшный, он еще удивительный будет. Вот все будет не так, как мы думаем. Вот мы думаем иначе, а может наоборот. Вот как он мы думаем плохо, тот будет оправдан. А кого мы хвалили, и хорошо, тот может быть со стыдом и пойдет, будет опозорен. Наше мнение, оно не истинно в последней инстанции, Рома. Вот там-то и дело. Совесть, вот совесть, и священное писание, правильно Гнать Тихонович говорит? Совесть, вот это голос Божий. Оно изначально. А вот какие-то вот набрали верхушек, что вот это вот нельзя, вот это вот, как бы... Давай до 13-й уже немножко осталось, там сейчас будем говорить по тексту. А при чем 13-е, 14-е? По тексту конкретно. По тексту конкретно. Вот священство, оно законное. Вот главное законное. Понимаешь, в чем дело? Вот если царь законный, он законный, какой бы он плохой бы ни был, но он законный. А если я не законный, сам себя назвал, каким бы я хорошим бы ни был, я не законный, я беззаконник, я самозванец. Вот в чем дело. И все, весь сказ. Еще вопросы? Ну вот к последнему вопросу еще. Такое мнение, вот причащаться, чтобы не грешить, или чтобы вот подавить себе страсть к запинающему греху, это вот заблуждение. То есть, например, человек борется с каким-то грехом, ну и каждый раз, приходя на исповедь, он совестью осуждает, что он его не победил. Ну а ему говорят, ты причастись, и все у тебя пройдет. Он причащается, а ничего, и как грех был-то. Есть. Заблуждение это или нет, чтобы заблуждение? Наши пошли тут в Александр-Невский храм, ну и женщины, а батюшки нету, почему-то он библиотекар, чтобы и ставил-то. Ну задают вопрос, у меня сын запился, запился совсем, что делать? Ну скажите как-нибудь, может, чтобы пришел, причастился. Вот это и как назвать-то, если беснованием у людей, или что, она что, свихнулась? Раз он пьяница, ему в храм заходить не надо, он на два года отлучен, если он член церкви. А тут наоборот, приходи, и скорее-скорее, что ты причастишься, и отстанешь от греха, нет этого, недостойно причащается, тем горше и примет наказание. Все перевернуто, наоборот. Раз он со страстью, и у него нет никакого. Ну в страсть в страсте разница. Один объедается, не может остановиться, пол быка зараз съел, а другой не может во время гнева остановиться. Только чуть что не по нему, он готов ему брякнуть пол, вот как Ян Кронштадтский. Женщина там начала, я говорю, до того огневался на нее, ребенок кричит, а я проповедь говорю. Я согрешил, но я помолился, и Бог простил меня. Вот связь с Богом. Дальше, Дьяко наклал много Ладану, а у меня 18 метр там. Я до того огневался на него, а потом подумал, старик, восьмой десяток лет тебе, тебе одну не износить, шапку ты только носишь-то здесь. Я помолился, и Господь простил меня. Ребенок, вот это нам и нужно. Ну, греху разница, не так, что пошел, сблудил, да опять. Ну, грех-то какой он внутри, и проявился в ревности, как бы о чем, о Митре. Но он себя осудил. Ну, разве это не пример? Так и написано, что кто не будет есть плоти, сына человеческого, не будет иметь в себе жизни, и пить крови его. Жизни нету, он мертвый, и куда ни поверни, мертвый. Жизнь это движение, это правильное питание. Сегодня многие болеют, питание неправильно-то. Действительно, всякая химия натолканная. Вот сейчас одного опубликовали у нас в газете, ему уже 90 с чем-то лет, да не 90, 103. 103 года пришли корреспонденты, он их угощает карасями. Я, говорит, сам сходил наловил, а я, говорит, в магазине ничего не беру, а траву эту. Сам хлеб стряпаю. 103 года. Ну, его спросили там про фронтовые, где он был, там раненый был, а дети где? Ну, дети, правнуки там уже звонят, и все любят меня, и у него весело на душе. Не написано про веру только было. Он готовый христианин. Вот и ответ. Пожалуйста. Так, еще вопросы есть? А вот у меня еще вопрос. Пожалуйста. А вот можно разницу уловить? Вера и надежда, вот верить и надеяться, это чем отличается? Я вот как-то запутался. Я отвечал подробно, написал и в ролике выставил. Вы зайдите на наш видеоканал и зарядите. Вера, я подробно отвечал на этот вопрос, а одному преподавателю в университете, в академии вопрос задал. Ну, а он там теперь там понес студентам. Вот у вас поисковик, если есть библейский, откройте и увидите. Что такое вера? Осуществление ожидаемо, уверенность в невидимом. Вот так. А что такое надежда? Надежда надеется, что человек даже и не верит в это, но я надеюсь, все-таки поможет. А вы верите? Да нет, вот сейчас выступил Путин, и тут же показано, как он первый раз президентом, что он обещал, обязательно будет это, и говорит, что в действительности выполнено? Вот две графы. Он ничего больше не сказал-то. Ну, и смотрите, а кто лучше сделал? В спокойной обстановке. И надо помогать доброму делу-то, а не пыль над головой бросать, как бык порос. Вера и надежда. Надежда, человек надеется, хотя, может, и веры никакой нет. Но Господь спасает по вере, а не по надежде. Верующий в Сына Божий иметь жизнь вечную. А я надеялся, мы, говорит, надеялись было. А как верить? Вера осуществления ожидаем, уверенности в невидимом. А в невидимом. А надежда, она под рукой. Я сегодня так надеялся, что попал в хорошее место, и там мне помогут достать такое-то. Но я надеялся. Я не верил. Что тут верить-то? Но я надеялся. Вот магазин меня привезли, мне срочно нужно было для аппаратуры купить. Видите как? То есть надежда, она приземлённая. Надежда не постыжает. Я верил в это, но случилось не так. На благодарение Богу. Я и не знал, надо или нет. Хотя по мирскому они очень похожи и близко. Но судят. Человек не говорит, я надеющийся, а, говорит, верующий. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Вот что любовь больше, это понятно написано. А что больше? Вера больше. Вера, надежда на последнем месте. Надежда умирает последней. А я надеялась была. Вот она выходила за него замуж, а потом ты обольстил меня. Вот там так мама говорила, не выходи за него, за эту пинчушку-то. Я так надеялась, что ты перестанешь пить. Говорят, женится, образумится, а ты так остался. Всю жизнь ты мне испортил. То есть она говорит надежда. А она верить в него и не верила. У неё оснований не было верить. Видите, надежда приземлённость. Сегодняшняя, близкая и ни на чём не основанная. А вера, как правило, на том, что мы не понимаем даже полном доверии сказанному. Это сказал Бог. Всё. И поэтому все наши доводы нападают на меня. Вы мощи не почитаете. А кто не почитает мощи, это правило Вселенского собора. Тот еретик. С чего ради? А почему ты решил, что я не почитаю? А ролик взял. А ролик мой написано. Все мощи, счастью великое, захоронить. Это первая заповедь в раю была дана. Прах ты и в прах возвратишься. В прах. Не в тряпочки зашивать тебя будут. Не в кресты мощевики. Прах. Не в коробочках развозить ребра. В прах. И поэтому ты что-то не говори. Какое почтение это? Некрофильство. Прикасающееся к мертвому оскверняется. И никаких исключений нигде не сделано. Ну, и речь идёт не о Христе, а о простом человеке. Считайте книгу, Левит определённо, чётко говорит. Ну, люди Библии не знают совсем. Я её каждый день считаю. Ты каждый день размышляй. Хотя бы два стиха прочитай. А то я её пять раз прочитал. Прочитал, а задуматься, времени не было. Ты в ней найдёшь ответ на любой вопрос. Вот сейчас верующих, дети верующие, а мать не верующая. Она умирала и сказала. Я завещаю меня в крематории сжечь. Я не успел даже одуматься и узнаю, уже сожгли. Да какие же вы верующие-то? Когда патриархия московская вынесла определённое, чёткое, правильное решение. Даже не отпевать таких. И весь сказ. А почему? Неверие, боязнь, что будет воскресенье из мёртвых. Зачем Мандиру Ганди? Зачем там Карла Марса? Ну, это могила хотя есть. А другие? Вот когда противники были, Нюрбинский процесс, их всех сожгли, как раз Путина. И прах развеяли. Видите как? Это тоже неправильно. А как? Просто похоронить. Военных почему-то сжигают. Жукова. Где могила? А нету. И которые в кремлёвской стене вмонтированы, это всё сожжёное. Это не мощи. В стене. А там мешается с разными, даже сказать страшно. Оборони Бог. Вот такой ответ. Благодарю. Аллилуйя. Можно ещё вопрос? Давайте. Да, можно. Скажите, вот молитва Господня, да, и не ввели на свои искушения. Мне интересно, это как бы обращение к Богу, чтобы Он не вводил в искушение? Или что? Я понял. Вы на наших ресурсах бываете? Да, да, бываю. Ну вот, я только что отвечал день назад об этом. Мне сразу несколько человек задали. Именно это. Почему? Потому что Папа Римский решил изменить. Он даже не знает. Я ответил. Папа не знает, при всех его знаниях, он не знает, что искушение двух родов. Но эти два рода от Бога, и второй род, это от человека и от сатаны. От Бога только два. Два искушения. Бог вводит. Это болезнь телесная. И гонение, когда нас бьют, давят, пытают и прочее. Все. Все остальное, ну, хотел что-то достать, там, не туда пошел, не туда. Искушается собственной похоти. Похоть рождавшая, рождает грех. Рождает грех. А где это написано, Игнатий Игнатий? Про искушение. В Библии. Написано, Бог не искушается злом, злом. Но Бог вращует. Ну, какое искушение у Его было? Болезнь, проказы. А почему? Бог это допустил, Сатана это сделал, но это без боли Божьей. Бог сказал ему, кожа за кожу. Если Сатана, ты хочешь, на душу не трогай. Еще раз говорю, болезнь интересная, это от Бога, Он насылает болезнь. Как? Кто там упал-то, или еще там, или на химическом заводе работал. И гонение за веру. Ты говорил правильно, а тебя поносили, как Яна Златоуста, в искушение. Большое искушение было. Заставляли отречься, как вот у Максима Исповедника, у Федора Студита, подписать эдикт, который царь выпустил. А там пришли к нему, вот такой был там Никифор. Ему говорили, как Никита, еще один мученик. Ты только один раз причастись с нами, и мы тебя из тюрьмы выпустим. Он говорит, один раз и пойди в ад. И весь ответ. Ну и дальше, язык отрезали, и руку, и... Надо четко знать, что требует от нас Господь. Не веди нас в искушение. Не веди ты, Господи, не допусти это. Смысл один. А не то, что... И он говорит, и когда я положу перед человеком преграду, препону, и он споткнется, он ответит за это. Ты иди к фараону, а я его сердце ожесточу. Фараон знать еще не знает. А к нему идет уже, шаги слышны. Он, может быть, с женой разговаривает, какие евреи-то, я зря их гнал-то, надо попросить прощения. Но как только появились, я смотреть не могу, эти бородатые чудовища пришли-то. Не выйдите никуда. Вернетесь назад. Идите одни, а жен детей оставьте. Скажет ей, а за что что-то спрашивать? А ты кто что споришь с Богом? Это единственный вопрос, на который Павел не отвечает, а окриком сказал, замолчи. Написано не как, по-английски, God for a bit. То есть, Бог запрещает даже думать так. И все. Запрещает. Он сказал Бог, горшечник не врасли над глиной, такой сосуд сделать. Он меня сделал таким, я хотел выше быть ростом, сильнее, могучее. Нет, вот я смотрю, Артюшкин какой-то, я против него-то, Фиголеса. Спасибо за ответ. Слава Иисусу. Ну что, давайте помолимся. Достойно есть всякого истину, блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, и Снейшую, и Ферувин, и славнейшую без сравнения с Тебя, без исцеления Бога Слова Родшую, Сущую, Матеродицу, Величай. Милосердный Создатель, Отец наш Небесный, мы просим Тебя во имя нашего Господа Иисуса Христа, прости нам наши согрешения, исполни благодатью Духа Святого, чтобы мы воистине были городом на вершине горы, чтобы имя Твое Святое не хулилось через жизнь нашу. Ты нас собрал здесь, мы все разные, но благодать Твоя объединяет воедино, в Тебе, хвала Тебе, Господи, благослови нас и окончи жизнь с Твоей помощью, чтобы достигли мы этой вечной пристани Царства Небесного, чтобы не было опоздавших из родственников и близких наших. Благослови правителей, укрепи их в истине Твоею, откройся им, патриарху, епископам и священникам, даруй духовное рождение свыше, и водительство Духом Святым. Тебе, Боже, хвала и слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Паси Христос. Паси Христос. Паси Христос Игнатий Тихонович, а еще вопрос на будущее. Вас обвиняют в экуменизме. Я понимаю, что экуменизм бывает разный, полезный и вредный. Так мы же в церкви молимся об объединении всех. Ну не то, что сейчас с колдунами там со всеми служат где-то. То есть мы должны найти царский путь. Слово Божие, четко, ясно и нигде ни в чем не уступить. Это первое. Второе. Толкование святых отцов, чтобы обязательно мы не сами толковали. И каноны святой церкви. Все. Дальше мы опираемся еще и на жития святых. Но это уже второстепенно. Экумена. Посмотри в переводе, что оно означает слово. Вселенная. А слово церковь было ли в Ветхом Завете? Не было, говорит. Как не было, я говорю. Посреди собрания воспою тебя. Это собрание. Собрание, разве это плохо? Вот говорят фашизм, коммунизм. Это плохо. Нет. И фашизм, и коммунизм. Это хорошо. Слово фашизм означает вместе. Связка, пучок. Коукоменд. Коммунизм. Национал фашизм. Вот это вот сатана. И коммунизм, социализм. Вот. Превозношение. Вот это гибель. А по себе оба слова. Они хорошие. И притом однозначные. То и другое означает общее. Вместе. Объединенное. Это тоже была Экумена. Ну не знаю. Ну можешь открыть словарь. Поисковик по Библии. Работать надо. А просто так-то я буду на одну цифру капать ей. Да так и мозги твои в шестерку превратятся. Цифры боятся. Даже ужас какой-то. И кто где еще во сне видел, что-то сказал. Да зачем это собирать, когда Библия говорила. Яйца в последнее время не продать, не купить. А ты если все покупаешь, идешь в магазин или где-то, то ясно дело то, что нет печати-то. А если ты покупаешь, так ты первый получил ее. Ну дальше-то иди. Вот и все. Так, вопросов нет? Есть, Тигна Тигр. Есть. Ну давайте до свидания. Есть, есть, есть. Есть, есть, есть. Валерий, звук громче. Вся ли вла... Ага. Не слышно, Валерий. Слышно так вот хорошо? Не слышно ни одного слова. Я говорю так хорошо? Ну, поближе микрофон поставьте к себе. Да уж сам и в рот засунул. Ну ладно. Игнать Игоревич, взяли в власть от Бога. Что это говорит? Подойди скорее. Вова. Взяли в власть от Бога. Если Богом допущено. Попущено. Это тоже Богом попущено. Всякое. И без воли Божьей никто бы не пришел к власти. А теперь мы должны уже рассуждать. Как заигрывало дворянство, другие там. Серафим Саровский об этом говорил. Играли? С французами-то. Вот и получили. Он и пришел. Играли с немцами все. Вот он немец и пришел, чтобы разумеет нас показать. Есть власть. Ее определить легко. Она награждает добрых. А это уничтожало. Вот это была советская. Это антивласть. Самое чудовищное. Демоны вырвались на свободу. То есть она же не от Бога была? В Нобелевскую премию немецкий там ученый Аурелл фон Юхан. То он сказал, коммунисты при помощи справедливых, на первый взгляд, идей, умеют ловко прикрывать свои сатанинские намерения. Это его Нобелевская речь была. Он говорит, что это, значит, власть не от Бога была? Попущена Богом. Попущена. Попущена, но не от Бога. Все равно это как бы... Понимаете, всякая власть от Бога, это от Бога. Означает от Бога. Но одна власть, которая... Вот, вы смотрите, у нас же были такие, которые правители заботились о народе. Что сказать про эту власть? Ну, а если мы сейчас посмотрим... В Англии были, вот, Ричард, Храброе сердце, другие там были такие тоже. Ну, правитель, значит, у него и войска были, и все. Не в полноте, но все-таки приближенно к идеалу. А эта-то власть какая? Она пришла путем мятежа. Если Гитлер пришел путем голосования, набирая из года в год больше голосов, метался по стране, агитировал, то Ленин-то пришел как? Когда власть валялась, царя свергли. И кто? Родные, близкие там, он же звонил, звонил всем из Ставки-то. Все сказали, ради победы надо тебе уйти. И он ушел. И все. Только написал, кругом измена, трусость и обман. И вот на измене, трусость и обмане сейчас все на дрожжах. Это клеймо. Вот печать какую получили. А то Святая Русь. Измена, трусость и обман. Да, да, да. Ну вот я про это же и говорю, что надо понимать. Попущена для чего-то она ведь. Она же не просто попущена. Для исправления, Валерий, для исправления. Да, 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 согласен. Чтобы мы осознали, что не оценили то. Царь пошел на Голгоф, и за ним вся Россия потянулась. Ведь это сказать нельзя. Сейчас я выставляю ролики у меня, насчитанные, вторично было. Архипелаг ГУЛАГ. Послушай. Слушать-то легче, чем считать. Ну, я фильм посмотрел. Вы не смотрели фильм о нем сейчас? Я не смотрел. Фильм нет, это нет. Даже близко это. Ну, фильм есть фильм. Нет, он сейчас про Солженицына сделан. Да, их много написано. Его предателем как угодно называют. Те, которые... Это в луке тех, кто расстреливал людей, Вавилова и других. Это их отпрыски. Такая страна. Сейчас определенно, что послужило крушением вот этой империи зла, империи лжи? Я в университетах отвечал. Это Солженицын и Горбачев? Ну, Горбачев... Ну, Солженицын и Горбачев, что? Гласность. Гласность. Показать лицо социализма человеческое. А там чудовище оказалось. Гласность. Он открыл, депутатов избрали, и он на них все сплавил. Ну, а архипелаг ГУЛАГ приоткрыл самую сердцевину. И тогда стали пищатать, и весь мир всколыхнулся. И Бог дал такой дар человеку. Солженицыну среди писателей после Достоевского никого равных не было. А его поносят. Это означает, врагам он не угодит. Если враг хвалит, какую ты глупость сделал, что он тебя хвалит? Солженицын это в подлинном смысле герой нашего времени. Ну, тут два. Можно поэтому полемизировать. Ладно, все понятно, спасибо Христу. Никого не надо, не надо. Доколе не придет Господь. Я никогда не могу. Да, да, да. Ну, просто биографию его составить нельзя. Сама биография его является чудом Божьим. Ее нельзя сделать, биографию? Никак. Ну, просто никак нельзя. Что он прошел, какие этапы, это нельзя. Вот сейчас вышел ролик. Скрытые помощники. Они сейчас выявились. И где прятали, когда у него, где он печатал, как уехал в Эстонию. Подробно все показано. Эти люди, говорят, люди помогали, которые... Одному-то ничего нельзя было сделать. Там 250, кажется, 30 свидетелей только были, которые... Представьте, 200 с лишним свидетелей, которые в ГУЛАГе были. И помощники все гулаговские. ПЫЛЬ ЛАГЕРНАЯ, как Берия сказал. И он же на фактах все документально. Что тут про это говорить? Я его два же насчитывал на пленке. Я Роману хотел сказать еще Фроликову. Сейчас невозможно быть батюшкой и не поминать. В московской патриархии ты вылетаешь с этого места в течение одной недели. Сразу же тебя отправляют в запрет. Через одну неделю. Так что в московской патриархии нет батюшек, не поминающих патриархов. Это можно сказать точно. Потому что у меня был знакомый батюшка, он не поминал. Все, через неделю его выгнали. Хотя сказали, говорят, что мы с тобой подумай, помыслить там чего-то. Нет, через неделю подзад и все. Сразу же. Надо наоборот его больше поминать. Господи, обрати его, дай ему веру. Не поминать. Да нигде в Библии этого нет, не поминать. Апостолы склонились молиться, считать и говорить. Господи, возри на угрозы Ирода и Понтия Пилата. Они поминают их, а ты не поминающий патриарха. Кто ты такой-то? Главное, старый стиль держится за старый. А старый стиль-то Юлиановский называется. Юлиан, Юлий. Римский император. А новый стиль, который на 13 дней разнится, это и Григорианский стиль, это Папа Римский. Берут языческий и хвалят его. Но тут что говорить? Упертость. Только из православных три церкви осталось, которые по старому стилю. Иерусалимская, грузинская, русская. А сербы там, болгары, все давно перешли. На новый стиль. Упрямство. Упрямая телится Ефрем. Господь говорит, ты глупая, как голубь. Ну, спаси, Христос. Слава Христу. Ну, все? Все. Все, давайте с Богом. Отключайтесь. 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 Отключайтесь.